Теплый пол, так называемый водяной, с использованием температуры контура отопления индивидуального газового котла. Крупа коллекторов на теплый пол с расходомерами, еще их называют ротометры, расходометры. Группа сервоприводов на теплые полы, смесительный узел, насос для теплого пола, термоголовка с датчиком температуры, наружным, накладным. Групп теплого пола здесь, в этом таунхаусе, три. Первая, это вся гостиная, плюс коридор, плюс крыльцо, об этом попозже, его надо будет выделять в отдельную группу, практика показала. Заказчик решение принял. Санузел, отдельный теплый пол, отдельный контур теплого пола со своим термостатом и кабинет, отдельный контур теплого пола со своим термостатом изнутри. Вроде бы все просто. Главная интересная задача. Задача нормальные сервоприводы, которые должны идти для теплого пола, они являются нормально закрытыми. То есть, когда нету запроса тепла от термостата, вот как сейчас, установленная температура 20 градусов, а в помещении 22,7. Они должны быть закрыты, и горячая вода, назовем так, теплоноситель, он не циркулирует по трубам, соответственно, он не нагревает теплые полы. Когда запрос тепла, ну, можно просто показать. Вот сейчас запроса тепла нет от термостата, я снял блокировку. А вот если в ручном режиме поднять повыше, температуру поднять повыше, вот пошел запрос тепла. Здесь, когда реле замкнулось, на нормальные сервоприводы подается напряжение, сильфонная жидкость расширяется. Открывается, сервопривод открывается, пошел поток теплоносителя по контурам. В моем случае все наоборот. Это термостаты, сейчас я верну обратно, это термостаты нормально открытые. Поэтому мне надо, чтобы они были открытые. То есть, если их просто тупо поставить, когда будет запрос тепла, они закроются, они откроются. Так получилось, что у меня оставалось 20-30 сервоприводов нормально открытых. Поставщик ошибся, вернуть их было уже нельзя. И вот они у меня лежали на складе очень долго. Я их решил применить. С помощью реле, у меня три группы, значит, три реле. Я инвертировал сигнал и так, и теперь так опять стало, как при нормально закрытых. Запрос тепла идет. Температура выключается, напряжение выключается. Сильфонная жидкость сжимается. Они приходят в стандартное рабочее без напряжения положение. Открываются, нормально открытые, без напряжения. И пошел теплоноситель. Когда запроса тепла нет, ну, здесь микротоки, поэтому это несущественно. С помощью реле, наоборот, подается напряжение. И они, так как они нормально открыты, они становятся закрытыми под напряжением. Инвертировал. Учитывая, что цена сейчас раз в пять выросла этих сервоприводов, вполне нормальное решение. Электричество уйдет за 50 ближайших лет на 200 рублей, я думаю. Вот. Но, если видите, один сервопривод открыт. Практика показала, что здесь, на крыльце, много больших окна и так далее. И не успевает помещение нагреться до того, как нагревается общее помещение, выключается сервопривод через термостат. Здесь холоднее. Поэтому я принимаю решение. Здесь буду ставить отдельный радиоканальный термостат. Именно на вот ту группу, на вот тот сервопривод, который сейчас временно выключен. Туда постоянно подается температура. Когда сделаю, засниму работу.